Здравствуйте! Из британского всего, из Уильяма Шекспира. Когда весь год веселый праздник длился, скучнее работы стали прозвлечения. Но редкие праздники, и в радость нам, лишь необычное бывает мило. Вот об этом в пятничном выпуске самой народной программы Новгородского ТВ. Ведем ее мы. Евгений Янин и Алибина Ловецкая. А еще сегодня у нас в гостях добрые соседи из Новгородского музея-заповедника. Заведующий отделом культурных программ Виктор Назаров и экскурсовод-интерпретатор музея Витаславлицы Татьяна Мясникова. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, коллектив нашего музея-заповедника уже приучил новгородцев о том, что новогодние рождественские праздники – это всегда и ярко, и увлекательно, и познавательно. Чем будете удивлять в этом году? У меня такое ощущение, что музей еще не переставал удивлять новгородцев. Для нас каждый день это праздник-праздник встречи с новгородцами, с гостями нашего города. И, конечно, музей готовится и к будням, и к праздникам по полной программе. Поэтому не успели вроде бы только отойти осенние каникулы, вот уже приближаются зимние. И, конечно же, хочется удивить и новгородцев, и гостей чем-то необычным. Тем более, что Новый год, Рождество – это такое время чудес, какого-то праздника. Вот хочется чего-то, чего раньше не было. Ситуация праздничная, она сама по себе добавляет какие-то обстоятельства, но и герои, которые населяют Кремль, населяют музей деревянного зодчества, конечно же, эти персонажи меняются. В последнее время, с наступлением холодов, наверное, и новгородцы, и работники музея заметили, что все чаще стал появляться такой персонаж в музее, в Кремле, как Дед Трескун, Мороз Трескун. Персонаж очень необычный, и когда мы стали изучать историю его появления, его автобиографии, выяснилась одна любопытная вещь – это прародитель Деда Мороза. А поэтому не только Вологда может гордиться Дедушкой Морозом, мы можем сказать, что мы в этом плане несколько постарше. Ну и мы. Дед Трескун был раньше. Он у нас тоже есть, да. Раньше, да. И для наших соседей я открою небольшой секрет. Мы ждем в гости не сегодня, но в ближайшие дни. Я думаю, что на следующей неделе Деда Трескуна в нашей студии, он придет и расскажет от первого лица, кто он такой и кем приходится Дедушке Морозу. Ну а во всем остальном, конечно же, идет подготовка к праздникам масштабная, работает музей каждый день. Это то место, когда можно прийти и в выходной, и в будни, и с утра, и всегда вы найдете занятие по душе и на любой возраст. Поэтому, если говорить конкретно о праздничных днях, то здесь мы, наверное, начнем с тех праздников, которые ожидаемы новгородцами, стали традиционными, любимыми, которые специально готовятся, которые специально планируют поездки и стремятся попасть именно вот на это новогодие, которое открывает музей деревянного зодчества. Ну вот давайте, да, конкретно наши соседи сейчас взяли блокноты, записные книжки, будут записывать и составлять план своих выходных. Татьяна Николаевна, ну в первую очередь Новый год, Рождество, семейный праздник. Какие мероприятия в первую очередь можно посетить семьям? Вот мы и рассчитываем прежде всего на наших посетителей с ребятишками, с детьми, которые могут прийти к нам 1, 2 и 3 января к нам, это в музей народного деревянного зодчества Витославлицы, где мы подготовили замечательную сказочную программу. А в конце 3 января этого года сказочные персонажи покинули Витославлицы, и вот к 1 января они снова собираются у нас в музее. Мы подготовили достаточно большую программу, интересную, называется она «Сказочное новогодие». Новгородцы уже, так скажем, хорошо знают это название, и специально приезжают не только новгородцы, но и наши ближайшие соседи, это Псков, Санкт-Петербург, Москва на эту программу. И программа интересна чем? Что она проходит в виде сказочного квеста, когда на входе семье или группе посетителей выдается вот такая замечательная сказочная карта, на которой указаны все наши персонажи. Здесь мы как раз узнаем, да, Витославлицы, объекты. Наши объекты показаны, такие заснеженные, мы надеемся на хорошую погоду. И показаны все те герои, с которыми можно встретиться, но не просто с ними встретиться, но еще поиграть, выполнить их задания, отгадать загадки, потанцевать. Сразу на входе это черная кошка, черный кот, который как раз и будет выдавать карты. Карту можно получить и просто так, а также выполнив задания. Веселые будут танцевать, ну а умные будут отгадывать загадки ученого кота. То есть и для тех, и для тех, где он идет. Да, каждый может найти, сможет найти себе интересное занятие в этот день, в эти дни у нас в музее. Ну и выполнив все самые смелые, самые быстрые, ловкие, вот здесь у нас показан новогодний костер, у новогоднего костра могут получить небольшой подарок или сувенир от музея. Задания для детей или для взрослых тоже будут? А вы знаете... 50-летний мужчина сможет поучаствовать во всем этом? Да, я думаю, что в новогодние праздники каждый взрослый становится ребенком. И практика показывает, что даже 50-летние мужчины и женщины, и бабушки, и дедушки с удовольствием принимают участие в любых испытаниях и увеселениях в этот период на нашем празднике. Начинают также прыгать и скакать. И прыгать, и скакать, и хороводы водить, но и прыгать, и скакать тоже. Например, у нас есть такой сказочный персонаж, ты конек-горбунок, да, где надо вот как раз поскакать. Вот там с удовольствием и взрослые дети выполняют это задание. А что еще музей приготовил вот в эти первые новогодние дни? Ну вообще музей уже с этих выходных ведет отсчет новогодним праздникам и новогодним мероприятиям. Уже в эти выходные вот в прошедшие дед Трескун встречался и принимал первых новгородцев, гостей Новгорода. У нас были гости и из Кириши, и из Луги. И они уже почувствовали, что такое праздник по-новгородски. Начинался он на улице, начинался он около елки, со всеми вьюгами, метелями, с другими неприятностями, зимними, холодами, морозами и хворобами. Все началось с улицы, а затем потихоньку и дети, и родители переместились вовнутрь детского музейного центра, где всех ждала мастерская деда Трескуна, и где можно было найти занятия по душе вот как раз на разный возраст. Здесь принцип тоже такой, что если ребенок может справляться со всеми заданиями сам, это прекрасно, но не возбраняется, чтобы взрослые, конечно, ему помогали. И помощь родителей. Вот это, наверное, самое интересное, когда папа, мама или бабушка сидят рядом, вместе с тобой изготавливают этого ангела, которого мы потом принесем домой, разместим у себя на елке, и будем еще долго вспоминать, как это было замечательно. Вот такая серия праздников с дедом Трескуном запланирована здесь, в городе, в Кремле, в детском музейном центре, и они будут идти вплоть до 30-го числа. Причем они рассчитаны и на разный возраст, и на разное время. Ну, например, ежедневно с 12 часов на выставке в детском музейном центре, выставка называется «В лесу родилась елочка», вот там мы оборудовали резиденцию этого самого мороза Трескуна. Вот там можно с ним встретиться, можно повыяснять, что он делает зимой в лесу, как он помогает детям встречать зиму, как он справляется с морозами, кто его друзья, и оказывается, что этот дед Трескун потрясающе интересный собеседник. Он знает язык животных, он знает язык птиц, он как бы является ответственным зимой за то, чтобы им тоже хорошо жилось в лесу, и уютно, и тепло, и сытно, и вот здесь очень много разных игр задумано. Ну и потом, если уж захочется написать письмо Трескуну и повыяснять, как он там живет, то можно это сделать в детском музейном центре и бросить в почтовый ящик, и письмо обязательно до него доберется, ну а можно воспользоваться звериной почтой, птичьей почтой. И такая есть. Бросить в нору, да, и вот там, я думаю, что найдутся помощники, которые эти письма Трескуну тоже доставят. Есть конкретная какая-то нора? Есть, есть. Но новгородцы пойдут в Кремлевский парк и во все. Она расположена под корягой на выставке в детском музейном центре на втором этаже, и с 12 до 13 ежедневно Трескун может с вами встретиться и поделиться всеми своими секретами. Заходите, повстречайтесь, напишите письмо, поразгадывайте загадки вместе с ним, ну и, может быть, дойдет дело и до песен, и до стихов в том числе. А еще одна вещь, которая всегда отличает программу Новгородского музея-заповедника, это интерактивность. В этом году в каких мастер-классах смогут принять участие новгородцы? Да, Татья, пожалуйста. Ну вот в дни школьных каникул, как раз 1-2-3-го, это праздники, а после сказочного новогодия мы открываем наши мастер-классы. Например, 5 января у нас будет на территории нашего экспозиционного комплекса «Хозяйственный двор» проводиться мастер-класс «Я люблю свою лошадку», посвященную как раз домашним животным. Там будут рассказы на наших лошадках, которые хорошо уже все знают новгородцы, и к ним ребятишки стремятся попасть. Будут мастер-классы у нас посвящен тоже рождественской тематике. Дело в том, что в этом году мы воссоздали театр «Вертеп», который находится в фондах Русского этнографического музея. 25 декабря открывается выставка, когда приходит Рождество в церкви «Жен Мироносец» на Ярославовом дворище. И 6 января будет показано представление вертепное рождественское. Спектакль называется «Смерть царя Ирода». Это непосредственно вертепное представление, которое представляли новгородские вертепщики в рождественский период. И также там будет проводиться тоже мастер-класс по изготовлению самых простых новогодних рождественских игрушек – это «Ангел». А также у нас проводится мастер-класс 7 января, будет проводиться по валянию валеночков, которые у нас из шапочек, из шерсти, которые актуальны в зиме. Маленькие валеночки, да, сувенирные. Ну а также можно изготовить традиционную новгородскую куклу будет с мастером, которая занимается как раз изготовлением. На мастер-классы нужно заранее записываться, или можно вот так спонтанно маленьким нашим соседям со своими родителями приехать и поучаствовать? Специально записываться не обязательно, но лучше поинтересоваться, потому что число посетителей, у нас выставка очень камерная, число, так скажем, посетителей, которое можно за один раз принять, ограничено до 7 человек, поэтому желательно заранее как-то обозначиться, что вы хотите к нам попасть. Не могу не спросить про новгородскую куклу. Что это такое? Почему именно новгородская? Чем она? Ну, вообще, традиционная кукла народная, она, в принципе, имеет одинаковые корни, она похожа. Но новгородские куклы есть, например, вот по тканям, по цвету, они, конечно, отличаются, например, от традиционных кукл южных районов, центральных районов России, поэтому мастер использует уже непосредственно те материалы, которые были характерны именно для новгородской традиционной куклы. Ну и надо сказать, что такой мастер-класс уже полюбился организованным группам из детских садов. Вот у моих детей уже не одна куколка лежит, и она любима и всегда напоминает о таких замечательных мастер-классах. А как часто взрослые вот к таким детским мастер-классам подключаются? Мы очень приветствуем, когда родители, тем более, так скажем, изготовление куклы бывает иногда очень сложным, там должна быть развита моторика, и не все маленькие детки, особенно дошкольного возраста, могут самостоятельно справиться с таким, может быть, где-то сложным заданием. Поэтому мы очень рады, когда присоединяются родители, и я вас уверяю, что мамы получат несказанное удовольствие, не меньше, чем их детки, от этого процесса изготовления либо шапочки валенок, или валенок валенок из шерсти, либо вот куклы традиционные. А в детском музейном центре какие-то планируются мастер-классы? Да, конечно. Каникулы, они не только в Витославицах, каникулы на всей территории Кремля. Во-первых, Кремль работает в обычном рабочем режиме, и можно посетить все выставки, все экспозиции, которые в музее существуют. Из последних эта выставка в лесу родилась елочка, это в детском музейном центре, и очень любопытная выставка открылась в Музее изобразительных искусств на третьем этаже, это выставка игрушки. Целую коллекцию игрушек приобрел музей в последнее время, и вот сейчас, частично уже проработав, подготовив ее к показу, мы выставили первую партию игрушек. Это не означает, что она в первую очередь адресована детям, скорее всего, она адресована взрослым. Это ностальгия, которая связана с игрушками из нашего детства. Вот, наверное, сначала взрослых подтолкнет посмотреть, что же там такое. А потом и детей привезти. А потом за этим потянутся дети. И вторая особенность этой выставки, там очень широко представлена авторская игрушка, концептуальная. Поэтому я не буду рассказывать сейчас все сюжеты, которые там затронуты, но это настолько любопытно и настолько необычно и непривычно, что стоит обязательно посмотреть и посмотреть сначала взрослым. Ну а вообще каникулы Анфимкина Новогодия, каникулы так у нас называются на территории Кремля, они, конечно же, рассчитаны и для коллективного посещения, и для индивидуального, для самых умных и очень умных детей. Есть игры интеллектуальные. Ну вот про интеллектуальные игры мы потом чуть попозже отдельно поговорим. Дорогие соседи, я напоминаю, что у нас в гостях добрые соседи из Новгородского музея-заповедника, заведующий отделом культурных программ Виктор Назаров и экскурсовод-интерпретатор музея Витаславлицы Татьяна Мясникова. Не переключайтесь, мы вернемся в студию сразу после рекламы. Поликлиника «Диамет» поздравляет всех с Новым Годом и Рождеством. Будьте здоровы и счастливы. Будьте любимы. Компания «Новгородский бекон» проводит грандиозный розыгрыш айфона 7. Подробности акции и условия читайте в группе ВКонтакте. Спешите. Время проведения акции ограничено. Сколько? Да я на такие цены. Будь здоров. Спасибо. Сеть аптек «Будь здоров». Мы еще снизили цены. Но это совсем другое дело. Такси «Нов плюс». Старый друг лучше новых двух. Телефон 700-00 и 500-00. Фестиваль «Кинопробы Солстис» представляет. 23 декабря. Филармония. Симфоническое кино. Справки и билеты по телефону 77-27-77. Виктор Евгеньевич, начали вы уже говорить про интеллектуальные мероприятия и для детей, и для взрослых. Интеллектуальные в том числе. Сейчас добавлю буквально несколько слов к тому, что сказала Татьяна. Мастер-классы абсолютно разные. И кроме традиционных куколок новгородских, появляются такие материалы, которые не очень, может быть, знакомы. Это материалы природные. Поэтому в последнее время очень много появилось у нас разных мастер-классов по изготовлению из сена, из соломы, из веток каких-то сувениров новогодних или символа года следующего. Так, например, собака может быть изготовлена из шерсти, и из войлока, и глиняный вариант предполагается. Такой приятный сувенир будет. Да, это будет приятный сувенир, который обычно дети уносят домой, и он им целый год напоминает про это замечательное событие. Кроме мастер-классов, есть более такие концертные варианты, когда мы постараемся познакомить детей и со сказами, и сказками новгородской области. Здесь как раз разговор пойдет и о таком чудище великом, как новгородском каркаделе. Вот есть такая легенда, что он поселился в озере и периодически совершает набеги на Новгород и портит. Но вот в данном случае в этом году он просто мешает готовиться к встрече Нового года, и без помощи детей и родителей, я думаю, что мы не справимся. С ним не справятся. Да, да, поэтому зовем детей, зовем родителей прийти и помочь празднику состояться. Вот такая фишка. Кроме этого, есть уже любимые традиционные занятия в детском музейном центре, как интеллектуальные игры. Это и лавка истории, где можно поотвечать на разные вопросы и попытать счастье быть умнее, чем ведущий, знать больше, чем он. Или сразиться на макете, разыграть ледовое побоище или Невскую битву и быть в числе дружинников с той или с другой стороны. Но вы знаете, вот есть опять же одна особенность, наши сотрудники заметили, что никогда еще новгородцы в таких вот битвах сборных не проигрывали. Не проигрывали. Вот я об этом как раз хотел спросить. Может ли быть исход, который не соответствует реальной истории? Может, он может, наверное, но еще ни разу такого не случалось. Вот этот дух, этот настрой, который вселяется в ребят, этот азарт. В этот день, когда происходит игра на макете, просто стены детского музейного центра сотрясаются. И проходящие мимо люди с удивлением думают, что это в музее такое происходит. Оказывается, происходит Невская битва. Невская битва. Тот же гусельник Антоний познакомит всех пришедших с разными новгородскими инструментами, которые на сегодняшний день мы открыли, обнаружили. Причем они все звучащие. Всех их можно потрогать. На всех можно попробовать что-то вместе с ним сыграть. Ну и закончить, конечно, каким-то массовым таким музыкальным номером. Вместе как раз с пришедшими. Вместе с пришедшими, да. Вот это тоже такое правило, что они за этот период должны научиться и петь, и играть, и участвовать все вместе в этом шумовом оркестре. Как минимум попробовать. Как минимум попробовать, да. Другого пути у них нет. Да. Будут ли в этом году традиционные, уже знаменитые святочные гуляния в Витаславицах? Многие наши соседи этим интересовались. Конечно, 8 января Музей народного деревянного зодчества Витаславлица ждет всех своих любимых, дорогих гостей на святке Витаславлица. Традиционно мы проводим этот праздник совместно с Новгородским областным домом народного творчества. И, как всегда, праздник обещает множество сюрпризов, веселых, заторных, где-то, может быть, немножко, так скажем, каверзных таких. Но я надеюсь, кто придет, тот оценит подготовку и нашу, и наших коллег к этому празднику. А почему, на Ваш взгляд, вообще святочные гуляния стали так популярны? Действительно, перед эфиром как раз многие, кто меня встречал, я говорил, что у нас будут представители как раз в Витаславлец музея, спрашивали, спроси про святки, спроси про святки. А это действительно такое? Ну, святки это такое, действительно, это праздник достаточно очень уже известный. Проходит он не первый, не второй год. Это новгородцы, и, так скажем, не только новгородцы, очень хорошо его знают и специально приезжают на этот праздник. Но святки это такое волшебное, мистическое время, когда можно заглянуть, так скажем, приоткрыть дверь в будущее и узнать, что тебя ждет в Новом году. В то же время это такое немножко опасное время, когда очень опасно заигрывать, так скажем, с нечистью. Поэтому вот людям интересно узнать все это, несмотря на все те страхи, о которых говорит нам традиционный святки. Немножко преодолеть себя. Да, преодолеть себя, свои страхи и, возможно, заглянуть в будущее. Но вот помимо, так скажем, 8 января непосредственно святок, у нас 13 января вечерняя программа в Витаславлецах. Она будет проходить именно с 5 вечера до 7 вечера. Это Васильев вечер. Это самый, так скажем, пик гадания. И новгородки, так как это в основном женщины, девушки, которые очень хотят узнать о своем будущем на грядущий год, могут прийти и спросить у кого угодно, что их ждет. Я имею в виду, у кого угодно. У кого угодно, это у кого, да. Это не только, так скажем, у наших сотрудников, которые уже хорошо знают и умеют гадать и рассказывают об этом. Но можно узнать, например, у нашей курочки Глаши, ждет ли тебя счастливое замужество в этом году и каков будет твой избранник. Можно узнать, например, у нашего всем хорошо любимого и знакомого уголька, какой год будет удачный, менее удачный, что ждет тоже вот в будущем году. Ну и традиционное гадание. Можно спросить у Полена, в конце концов, какой будет твой суженый ряд жены в будущем году, и оно тебе скажет всю правду. Только 13 января? Это для наших соседок на заметку? Да, на заметку соседок. У Полена? Да, только 13 января. Ну это традиционное новгородское гадание, когда Полена может рассказать о том, с кем тебя свяжет судьба в новом году. Виктор Евгеньевич, остается у нас чуть менее минуты до конца программы. О чем еще не сказали? Что еще стоит напомнить нашим соседям, куда им сходить обязательно? Мы не сказали только об одном, что каждый день, какой бы они ни выбрали, будний или воскресный, или праздничный день, если семья собралась в музей, знайте, что вас там ждут, вас там встретят и вам предложат развлечения и занятия и для любого возраста, и для любого кошелька, потому что на протяжении многих лет музей не повышал своих цен. Начиная от 100 рублей вы найдете занятия себе по душе. Можно получить и льготы, можно получить и скидки и провести весь день там, потому что в последние годы музей делает все, чтобы новгородцы чувствовали себя замечательно в этом месте, в Кремле, в этом пространстве. А предновогодняя программа начинается уже с этих выходных. С этих выходных, да. Так что уже завтра можно к вам приходить, дорогие соседи, не тратьте время зря, начинайте праздновать прямо за завтрашней субботы. Время нашей программы подходит к концу, мы ждем ваших новостей по телефону редакции 638 005. И желаем вам хороших выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»